всем привет хочу показать вам какая у меня сложилась ситуация с виноградом в общем так случилось что осенью я заболел и не получилось обрезать и укрыть столовый виноград а именно сорта которые требуют укрытия и обрезки осенью это все современные новые сорта феатон бажайна цеймус преображение в общем всего тут на грядке у меня около 50 кустов в общем а потом уже выпал снег пошел мороз большой крыть ну никак не получилось лежал снег в общем виноград зимовал вот так видите не обрезанный общался я со многими виноградарями и все сказали что винограду хана он не выскочит не стоит даже с ним возиться просто вырубать кусты и садить новый но когда начале марта сошел снег у нас я подошел винограду посмотрел когда смотрите вот все почки виноградные почки все живы и вот видите почечка разбухает ну спасло то что зимой у нас было максимально в январе 22 градуса мороза больше мороза не было вот дня три у нас даже не дня ночи 3 было 22 23 градуса мороза больше не было то все кусты винограда живы вот я начал обрезать посмотрите вот я не пойму чего не фокусирует но виноград жив вот тоже я сегодня отрезал вот я срезаю видите зеленая у нас глаза почки везде открывается вот почки все живые так что я его обрезаю и потом летом покажу видео отчет какой же будет урожай с неукрытого винограда который выжил это вот куст софии тоже вот видите почечка жива сейчас весна видите травка зеленеет это не осень кто-моет скажет что я обманываю вот смотрите чеснок сходит лук чесночок вот лук батун надо после зимы брать сухие листья видите отходит зеленый весна клубника тоже надо выгребать сейчас начало марта все надо срочно выгребать обрезать так что работы много виноград жив вот покажу вон смотрите этот ряд еще не обрезан вот это что обрезал это тоже обрезал виноградик вот кстати куст преображения смотрите моя почечка живая у фокусировала вот еще почечка ветер на улице и телефон не хочет фокусировать в общем виноград жив вот я еще покажу смотрите сейчас подержим должно сфокусировать о смотрите видите зеленый жив секатор правда уже перерезал кучу всего надо подгострить так обрезаю что если вы не смогли укрыть виноград есть надежда стол он будет жив видите по обрезал все живое я же говорю что спасло то что у нас небольшие морозы были максимум 23 градуса были бы мороза побольше я думаю что виноград бы пропал допустим там 30 градусов или больше что осталось мне срезать еще четыре ряда он не обрезанный ради кстати лозу возьму на черенки буду кури укоренять вся лоза жива здорово попробуем сделать с них саженцы хорошие сорта на осень будут будут на продаже вот персик и вот персик возле винограда растет персик тоже перезимовал прекрасно бонусом покажу еще хурму хурму я укрывал можно ее резнуть видите кусочек этот столб сухой вот это веточка вот эта веточка жива это веточка жива до вот этого места хурма живая так что ну пойдет вот так вот почка прям живая почечка фокусируйся не хочет ладно надо выгребть еще клубнику смотрите черная смородина уже в полную раскрывается видно тоже буду делать череночки на саженце это куст белой смородины у нее даже видите вот такие листочки и броньки инжирный нектарин посаженный весной все веточки живы в прошлом году он небольшой призер ждал как видите по 20 сантиметров и вот трехлетний персик смотрите с этой стороны вам покажу вот уже темно на улице будет хорошо будет цвести смотрите все почки работа только начинается сезон на огороде и в саду открыт вот ботаринчик тоже будет хорошо цвести так что пишите свои комментарии по поводу винограда что вы думаете будет урожай с неукрытого не будет урожай чем это грозит вот я думаю что лоза хорошо зимой промерзла все там бактерии грибки вымерзли я думаю что он хорошо закалился я думаю что урожай будет хороший вот будем вместе смотреть что будет с винограда если его не укрыть на зиму так что вот у нас в Днепропетровской области как видите виноград пережил зиму без запретия что с этого получится посмотрим на этом спасибо за внимание пишите в комментариях укрываете виноград или не укрываете я каждый год конечно же укрываю в этом году так получилось что не укрыл так что вот как то так будем смотреть дальше ждать буду показывать обзоры какой же будет урожай святого винограда всем пока